Господи, Сил, с нами будем, и таково раздель Тебе, помощник от скорых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Приходят от наших зрителей вопросы. Вот один я хочу сейчас разобрать. Здравствуйте, батюшка! Я воцерковленная христианка. Живу в неверующей семье. Муж, свекор, свекровь. Трое детей, старше 10 лет, младшим 5-4. Дети не воцерковлены, но по мере возможности стараюсь их водить в храм и причащать, но очень редко. Старшая дочь все свободное время проводит в Ютьюбе. Я как могу, ограничивая ее в интернете, просмотре телевизора, но все равно вижу, что мой ребенок идет не туда. Я ничего с этим поделать не могу. В храм на исповеди причастие она со мной не идет. Молюсь за нее и за младших. Как мне поступать и что мне делать? Может, это просто страхи, и со временем она придет к вере. Каждая семья, она имеет свои особенности. И я могу сейчас сказать, ну, какие-то общие, так скажем, академические советы. А в конкретных случаях всегда лучше разбираться со своими духовниками. Ну, или с батюшкой, который находится рядом, у которого исповедуетесь, который немножко погружен в ситуацию семьи. Потому что очень важно, чтобы терапевт, он был таким знакомым, не просто где-то вот со стороны. Конечно, очень важно, чтобы муж не был отстранен от воспитания детей, от участия в воспитании. И очень важно, чтобы папа был этим заинтересован. Здесь, конечно, мудрость супруги и смирение, и просьба. Что очень важно, чтобы с детишками занимался, гулял, со старшей уроки делал. И вполне можно составить какую-то программу. Нужно посидеть, подумать о допустимых передачах, фильмах про мир животных, про историю, которая детям смотреть разрешается. Например, один мой знакомый отец, он закачал в гаджет, в компьютер, в iPad, под ссылочки допустимые, которые разрешено детям посещать. Потому что, конечно, в 10 лет нужно строго контролировать тот контент, в который ребенок заходит. Потому что интернет — это огромная, большая сеть, в которой расставлена куча-куча-куча всякого мусора и помоек. И ты вроде идешь смотреть детский мультик, а заходишь на сайты, которые совершенно убивают душу человека. Очень важно все-таки настроить. Ограничить, конечно, время просмотра. Все-таки 10 лет ребенок должен быть в послушании. И роль отца, чтобы он сказал свое слово и дело, если необходимо, чтобы ребенок слушался. Слушался маму, слушался папу. Папа поддерживает мамин авторитет. Мама не сама бьется в воспитании своих детей. На самом деле воспитывает отец. А мама ему об этом ходатайствует, рассказывая о каких-то сложностях. Я думаю, что здесь может быть основной какой-то сбой. Потому что там, когда папа включается, там как-то вопросы немножко по-другому решаются. И слава Богу, что есть муж. То, что он пока до храма, до веры не дошел, это не повод ему снимать себя ответственность за воспитание детей. Конечно, очень помогают совместные поездки. Нужно организовать совместный досуг с детьми. Походы в лес, прогулки в парк. Нужно настроить жизнь так, чтобы жизнь в семье была. Нужно девочек учить готовить. В 10 лет ребенок вполне может уже готовить ужин и ему дать эту ответственность. Серьезную, взрослую ответственность за свой дом. Просто дать это не как ярмонии, как проблему, а как возможность, как радость. Как радость послужить, позаботиться, проявить любовь. Конечно, хорошо посоветоваться с психологом, потому что интернет-зависимость — это все-таки зависимость. И зависимость, она возникает там, где происходят какие-то сбои душевные, сбои в личностном общении. Можно спокойно прибегнуть. Хорошо, если есть специалист по рекомендации. То есть не просто вот первые встречные, а все-таки проверенный человек, потому что в каких-то вопросах психология, она может оказать неоценимую помощь. Безусловно, молиться за своих детишек. Молитва матери — это сильно действующее, исцеляющее средство. Маме, конечно, находиться в послушании у отца во всем, что касается, кроме греха. И детки, они это будут послушание впитывать. Ну и просто жить со своими детьми, интересоваться жизнью, сесть рядышком, посмотреть, что она смотрит в Ютьюбе, обсудить. Просто девочка не должна закрываться. И потихонечку, если мы будем прилагать усилия и просить Бога, чтобы он помог, все, оно встанет на свои места. Помогай нам всем, Господь. Господи сил, помилуй нас.